Здравствуйте! Здравствуйте! Вы смотрите программу «Городская среда». После достаточно долгого периода застоя работа Муниципального совета столицы возобновилась. И это при том, что продолжается определенное противостояние местных народных избранников. Либералы, отстаивающие честь и совесть столичного мэра, ушли в глухую оппозицию. Сформировавшемуся техническому большинству. Итак, можно ли уверенно заявлять, что работа Мунсовета столицы разблокирована? Поговорим с муниципальным советником столицы от партии социалистов Юрием Ветнянским. Добрый день! Добрый день! Ну, вопрос прозвучал. Насколько можно уверенно сегодня заявлять, что Муниципальный совет вернулся однозначно к работе и, наконец-то, будут решаться проблемы кишиневцев? Мы требовали созыва заседания Муниципального совета. Уже, наверное, практически месяц, каждую неделю собирались. Но не набирался кворум. В этот пару дней назад, наконец-то, кворум собрался. Даже было принято множество важных и актуальных для города проблем. Можно сказать, что мы начали работу. Сейчас объявили паузу до 18-го числа, потому что некоторые коллеги вынуждены уехать в командировки, в том числе из разных фракций. Но можно смело говорить о том, что лед тронулся, поезд сдвинулся с места. Да, но вот на этом заседании, на котором поезд сдвинулся с места, состоялись выборы нового секретаря Муниципального совета вместо господина Диденко, который сегодня находится под следствием и не может выполнять свои служебные обязанности. Выбор пал на бывшего секретаря притуры сектора Рыжкани Андрея Толмача. Чем был обоснован такой выбор? Как проходили выборы? И насколько, как вам кажется, не наступит ли снова на грабли Муниципальный совет? На те же, что уже были подложены когда-то предыдущим выбором в пользу Диденко? Кстати, арест, задержание секретаря господина Диденко, это является одной из причин, почему была заблокирована работа Муниципального совета. Поэтому в повестке дня того заседания, которое мы собирали, которое мы инициировали, первый вопрос был именно выбор секретаря. Почему Адриан Толмач? На сегодняшний момент из тех кандидатур, которые были предложены, это та кандидатура, на которую согласились все присутствующие в зале заседания Муниципальные советники. Потому что изначально фракция партии «Социалисты» выдвинула Людмилу Кутасевичу. Другие, например, фракции партии «Коммунистов» и «Независимых» советников выдвинули Бронзунюка, пресс-секретаря, непосредственно именно Примара. Была также еще и ряд других кандидатур. Но, тем не менее, позиция в партии «Социалистов» была однозначная, что мы готовы голосовать, мы готовы, и мы сами инициируем процесс выбора данного человека, то есть данной функции. Но, тем не менее, мы категорически против того, чтобы назначать на эти функции заранее тех людей, которые могли бы создать какие-то проблемы в будущем. В том числе и господин Бронзунюк. Это пресс-секретарь Киртуак, этот человек, который всегда был рядом. И он может так же, как и господин Деденко, сработавшись с Примаром, выполнять поручения Примара. Тем более, что ангажирует, то есть берет на работу секретаря и непосредственно Примар. Поэтому он может оказывать те или иные воздействия. На сегодняшний момент мы избрали Андриан Толмач. Каким он будет? Я думаю, покажет время. Но на сегодняшний момент можно смело говорить о том, что это кандидатура, которая могла бы устроить сегодня всех. То есть он достаточно аполитичен, не состоит в той или иной партии. Грамотный человек, имеющий большой опыт. А как он себя будет вести уже покажет время? Будем надеяться, что ваши ожидания от его профессиональных способностей будут оправданы. На этом заседании муниципального совета проходили и принятие целого ряда достаточно важных вопросов для столицы. Вопрос, который, как было сказано, во всяком случае спас Кишинев от возможного нового мусорного коллапса. Мы уже переживали такую пятидневку, когда не убирались в мусорные контейнеры. Прямо практически наш европейский город превратился в свалку, нечистот. И уже врачи, санэпидемаработники били тревогу. Появились грызуны, разносчики достаточно опасных для человека болезней. Вот те решения, которые были приняты, особенно в решении, связанных с вывозом мусора. Насколько сложно давалось это решение в плане того, что, я так понимаю, смотрите, есть противостояние жителей Цинцерень, которые устали от существования по соседству с главным полигоном, мусорным полигоном страны. Есть противостояние жителей коммуны Бубыч, которые не рады вот этому либеральному подарку, неожиданно возникшему у них на территории села, на территории коммуны. И, как им было обещано, это временное решение. В очередной раз доказываем, что все временное становится постоянным. Вот как проходило принятие этого решения? Это заседание муниципального совета, которое сейчас прошло, оно, наверное, должно являться примером, каким должны быть заседания муниципального совета. В поисках компромисса, консенсуса? Оно было техническим. То есть именно подход и все проекты решений, которые рассматривались, их делали технократы. То есть именно подход профессиональный и исключительно хозяйственный. То есть политики практически не было. Вся политика, которая была на этом заседании, это либералы, которые пришли на 15 минут сказать о том, что это заседание не действительно, а действительно то, которое хочет созвать примар, и в повестке дня которого избрание вице-примаров. То есть вот это была политика. Но когда они покинули зал заседания, оставшиеся муниципальные советы продолжили нормально работать. И я думаю, что это, учитывая тот факт, что если углубиться чуть назад, перемотать время, то месяц назад возникла эта проблема с накоплением на улицах этого мусора. И вот 6-го числа истекал ультиматум, который был поставлен жителями Бабуевич. 6-го числа у нас опять могла повториться эта ситуация. И жители Бабуевич уже бы никому не поверили, ни премьер-министру, ни, наверное, даже и президенту, если бы им опять дали какие-то обещания, как это сделал премьер-министр. Да, премьер-министр пообещал. Пообещал им 30 дней на решение этой проблемы. Но на сегодняшний момент можно говорить, что проблему решил не премьер-министр, а решил муниципальный совет. Тем не менее, то есть говоря об этом заседании, это, наверное, был последний день, когда реально мы могли решить эту проблему. Если бы не решили ее на этом заседании, то завтра, послезавтра у нас возникла бы опять эта проблема, и жители Бабуевич уже не пошли бы ни на какие диалоги ни с кем. Существом того, что очередной кворум мог быть аж только 18-го числа, конечно, до 18-го числа нам грозило не вывоз. Если бы не приняли эти решения, то необходимо закрывать это заседание, открывать новое заседание, делать новые проекты решения. Это все процедуры заново. У нас для того, чтобы... Понятно, что все эти проекты были мобилизованы муниципальной службой. Вот у Салабритати, вице-примарнистр Грозаву на удивление достаточно хорошо вник в данную проблему. Четыре сутки, и говорю даже не дня, а сутки, работала комиссия ЖКХ, то есть представитель которой является муниципальный советник господин Комаров. И вот на этой комиссии все работники, примарии, в том числе господин Грозаву, были, приходили, предлагали, делали, и в итоге они предложили вот эти проекты решения. Комиссия, то есть это процедуры, должна была дать визу, необходимо было разработать. Когда бы муниципальный совет, учитывая все процедуры юридически, смог бы вернуться повторно, если бы не приняли, то это возможно даже через месяц. Что было бы через месяц, страшно даже представить. Ну вот на эту тему у нас как раз есть видеоматериал, я предлагаю посмотреть на проблему невывоза мусора возможного, и на то, как видим мы, то есть глазами нашей съемочной группы, нашего творческого коллектива, то, что могло произойти, и как, в общем-то, разрешилась эта ситуация. Итак, пожалуйста, внимание на экран, наш материал. Вот так выглядят сегодня улицы украинского города Львов. Крысы, грязь, горы отходов, мусорные контейнеры, переполненные до краев. Такова реальность на улицах одного из самых красивых городов Западной Украины. Кризис, связанный с вывозом бытовых отходов, поглотил Львов в начале мая, и до сих пор проблема далека от своего разрешения. Власти пожимают плечами. Главная свалка сгорела, и поэтому была закрыта, а остальные, более мелкие, не справляются с большим объемом бытовых отходов. Нас, если не предпринять срочных мер, ждет та же участь. Жители коммуны Бабуевич в ультимативной форме заявили, начиная с 8 утра 6 июля, ни одна из машин с мусором из муниципия не сможет попасть на свалку. Сложная ситуация вынудила местных избранников не откладывать решение в долгий ящик. На повестке дня четыре проекта, которые могут уберечь нас от судьбы львовян. Первым на обсуждении был проект о выделении 40 миллионов леев для коммуна Ценцерень, где планируется складировать мусор из столицы. Мы, кишиневцы, если хотим, чтобы была решена проблема с мусором и чтобы в городе было чисто, должны понимать, что и те люди, живущие там, куда мы хотим вывозить мусор, желают, чтобы и у них было все безопасно и чисто. Сказано, сделано решением большинства советников, 17 миллионов из бюджета Кишинео уйдет на строительство очистных сооружений в Ценцеренах, 12 на укрепление плотин, а еще 10 на компенсации жителям коммуны. Нравится это кому-то или нет, но решение любой проблемы обходится в копеечку. Однако не все оказалось так просто. В условиях дефицита бюджетов 500 миллионов леев, премария не в состоянии взять на себя такие расходы. В связи с этим местные избранники были вынуждены согласиться на повышение тарифов на вывоз мусора, но с условием, что перед повышением члены жилищно-коммунальной комиссии проведут необходимые расчеты. Это решение в итоге оказалось верным, так как тариф, предложенный премарии, оказался выше предложенной комиссии по ЖКХ. В первую очередь хочу поблагодарить комиссию по ЖКХ, лично господина Комарова, который настоял на этом. Мы три раза меняли цифры, каждый раз цифра уменьшалась. Таким образом, первоначально было предложено, чтобы тариф был увеличен до 16 леев. В конечном счете мы остановились на следующем. 9 леев 25 банов для жителей многоэтажек, 18 леев 50 банов для жителей частных домовладений. Уважаемые коллеги, все, что на сегодняшний день происходит в премарии, это результат плохого менеджмента. Мы поддерживаем предложение премарии, мы думаем, что это необходимый шаг. Эти вычисления не с потолка, эти цифры исходят из вычислений как экспертов, так и профильных комиссий. Если отбросить политику, я думаю, мы должны прийти к консенсусу по этому вопросу. Спасибо. Уважаемые коллеги, анализируя тарифы от 2004 года, не стоит забывать, что прошло 13 лет. Мы уже в 2017 году. Каковы были уровень жизни и цены тогда, в 2004, и каковы они сейчас. Поэтому прошу вас поддержать этот проект решения. Даже учитывая тот факт, что новый тариф по-прежнему остается на самом низком уровне по стране, местные избранники не остановились на этом. В условиях, когда большая часть населения живет за чертой бедности, социалисты выступили с рядом предложений по данному проекту, которые, к слову, нашли поддержку и у других фракций. Мы должны понимать, что есть люди в муниципе Кишинео, которые очень уязвимы с социальной точки зрения. По нашим оценкам, таких семей 38 тысяч или 110 тысяч человек. Если будет увеличен тариф, мы настаиваем, чтобы этим людям предлагалась годовая компенсация, которая будет исходить из разницы этого тарифа. Это наша моральная обязанность. Также по инициативе по СРМ будут построены детские площадки в самых неблагоустроенных дворах столицы и в коммуне Бубуечь. Более того, за доставленные неудобства в результате открытия свалки Пурчел, советники предложили выделить для детей коммуны 500 путевок. Кроме того, 13 миллионов будет выделено на строительство водочистных сооружений. Отметим, в начале июня мусор в столице не вывозился в течение пяти дней, в результате чего Кишинево погряз в мусорном коллапсе. Это произошло после того, как жители коммуны Бубуечь заблокировали дорогу, ведущую к свалке Пурчел. Протестующие жаловались на запах и на проблемы со здоровьем. Ну вот такой вот материал подготовили наши коллеги и вопрос вот такого рода. Ну уверен, что сказанное в сюжете достаточно подробно освещено все, что удалось сделать. Тем не менее, вот повторимся. Итак, почему и на каких условиях удалось достичь такого консенсуса и такой слаженной работы муниципальных советников? Что ими двигало, вот, ну, наверное, кроме желания выполнять свою роль, ну, наверное, еще вот... Я думаю, что в первую очередь двигало, наверное, ситуация, которая возникла. То есть 6 лет, то есть в 2011 году эта ситуация возникла. Проблема с мусором, с цензоренами. Но тем не менее, как бы свалка была бы есть, должна была быть временной. Временным решением пока не договорятся с жителями. Но тем не менее, 6 лет никто ничего не делал. Проблема накапливалась, обстоятельства копились. И поэтому это уже было крайнее. То есть, вот, крайняя черта. Дальше некуда, все. И уже, когда люди увидели о том, что когда вокруг мусора вот эти вот куча мусора, вот это вот уже, наверное, видел и каждый, не только житель, и каждый муниципальный советник. Мы прекрасно понимали, что если сейчас отсюда не выйти с решением из этого зала, то город захлебнется и город захлестнет снова этот мусор. И тем не менее, вот даже вот в передаче прозвучало, что в Кишиневе самый низкий тариф. Даже сейчас, после определенного какого-то повышения, он продолжает быть самым низким. Если он сейчас речь идет о 9 леях и 25 банах, то в Бельцах около 16 леев тариф. Во многих других районах тоже тариф колеблется около Бельц. Где-то чуть выше, где-то чуть ниже. Ну, тема тарифа возникла не случайно, если я правильно понял. То есть переосмысление тарифа возникло как одно из решений для того, чтобы выполнить те или иные финансовые обязательства и перед жителями Бубуеча, и перед жителями Ценцарень. Потому что, я так понимаю, что муниципальный бюджет хронически дефицитен. Полмиллиарда леев. Но, да, то есть здесь изначально муниципальные службы предложили нам тариф в 16 леев, в 20 прибанов. То есть, и вот эти вот 4 сутки работы комиссии ЖКХ, они убрали все необходимые расходы. То есть, любые, где можно сэкономить, как рационально использовать средства. Работа была проделана очень плодотворно. И снизили тариф до 9,25 бана. И в этот тариф, кроме того, я думаю, что обязательно стоят Ценцарены, Бубуеч, это те люди, которые на сегодняшний момент ближе всего к этому мусору. И в первую очередь для них необходимо создать благоприятные условия и учитывать интересы этого населения. Но кроме этого, сегодняшний тариф включает и транспортировку. У нас 39 километров циркуляция машин от Солобритати до Ценцарены и обратно. А Бубуеч вывозить надо было недалеко. То есть, расходы на бензин, если мы продолжаем сейчас вывозить в Ценцарены, он увеличивается. Соответственно, должно увеличиваться и тариф. Даже если не говорить о тех компенсациях, которые мы могли бы и должны были бы предоставить Ценцаренам и так далее. Но вот это одна из частей, составляющих данного тарифа. А также вот 10 миллионов – это развитие Ценцарен. Инфраструктуры Ценцарен, уборки Ценцарена, также уборки Джамана. Рядом есть еще одно село, которое страдает от этой свалки. По крайней мере, общественное мнение, люди недовольны. А также 17 миллионов 300 тысяч – это именно переработка. То есть, выделены деньги на переработку инфильтрата. То есть, на сегодняшний момент из общего количества 100% мусора, который складируется, 80% – это тот мусор, который можно перерабатывать, тот мусор, который можно сортировать. Мы говорим о свалке в БВЕЧах сейчас, про инфильтрат. Нет, в Ценцаренах. Свалка БВЕЧ существовать не должна вообще. Свалка БВЕЧ, она не подготовлена. Свалка Ценцарена, она подготовлена, она еще в советское время сделана по всем необходимым стандартам. И на сегодняшний момент она соответствует всем европейским стандартам. И является одной из, наверное, лучших в Восточной Европе. Поэтому сегодня, если говорить о вывозе мусора, нужно говорить только о Ценцаренах. А БВЕЧ, там мусор должен быть либо весь рассортирован и вывезен уже в Ценцарены или на переработку. А вот возвращаясь к общему накоплению мусора на любой свалке, ну в данном случае это все-таки должны быть Ценцарены, 80% это то, что можно рассортировать. Это сухое, это жесть, это бумага, дерево, стекло и так далее. А есть инфильтрат. То есть 20% это жидкий мусор, который, кстати, воняет. Именно он воняет. И вот 17 миллионов 300 тысяч, которые, кстати, тоже это благодаря тарифу, они были выделены. Это на переработку этого инфильтрата. То есть инфильтрат будет процеживаться, из него будет делаться техническая вода, которая может потом использоваться для подачи в трубы для отопления и так далее, и так далее. И, соответственно, уйдет запах. Вот то, что делал раньше Киртуака, какие-то тубы, какими-то другими способами тратил кучу европейских грантов и муниципальных средств, это все было для того, чтобы закрыть запах. И он бродил внутри какого-то полимерного трубы. На сегодняшний момент мы говорим о том, что необходимо делать инфильтрат. То есть этот инфильтрат необходимо перерабатывать. И вот 17 миллионов 300 тысяч это переработка этот инфильтрат. То есть установка необходимого для этого оборудования. А также уже это одно из условий, которое обсуждалось с жителями Ценцарен. Это безопасность, чтобы инфильтрат, другой какой-то мусор, еще что-либо никоим образом не вышло за пределы свалки. Одно из условий это укрепить дамбу. И 12 миллионов выделяется именно на укрепление дамбы. Тем самым мы очередной раз предпринимаем действия по профилактике каких-либо аварий, каких-либо утечек, попадания в подземные воды и так далее. Тем самым в первую очередь речь идет о безопасности. И данный тариф, опять же, скажется на частоте воздуха. То есть после переработки инфильтрата, понятно, что это не месяц, не два, там накоплений достаточно много, в городе должен исчезнуть запах, неприятный запах мусора. Даже учитывая этот факт, что новый тариф по-прежнему остается одним из самых низких в стране, я так понимаю, что местные избранники не остановились и были предложены какие-то решения для социально уязвимых наших сограждан. На нами был предложен дополнительный проект, который должен был идти одновременно с этим, в одной связке. Но, кстати, технически мы не смогли внести его в повестку дня. Но наши юристы взяли паузу, время заседания, не менее полчаса, по-моему. И за это время наш проект был переработан в дополнение к существующему. И принимая, говоря о тарифах, принимая эти тарифы, мы также приняли, что будет выделено 4,5 миллиона леев на 103 тысячи с половиной жителей. Если быть точным, 103 тысячи 448 жителей получат компенсацию на тариф. То есть эти люди повышение тарифа, разницу, они ее не почувствуют вообще. Они будут платить так же, как и платили раньше. И что самое интересное и важное, что им не нужно ходить. Это люди, которые получают... То есть социальные взаимыслы и населения, у которых прибыль на одного человека, доход, составляет менее 3 тысяч лей. Таких людей очень много. И на сегодняшний момент у инфокома и у дирекции жилищно-коммунального хозяйства есть перечень этих людей, этих семей. Это люди, которые должны получать компенсацию за отопление. То есть у них есть эти базы. Поэтому инфоком на сегодняшний момент, пользуясь данным решением, он автоматом снимает этим людям эту надбавку. То есть эту разницу. Соответственно, людям нет необходимости выстраиваться в очереди, ходить, подавать заявления, собирать справки. Они автоматом получают... Это, на мой взгляд, очень важно. Особенно для пенсионеров. Им никуда не надо доходить. Они эту разницу не почувствуют. Решение проблемы города, которое не решалось 6 лет, решено так, что каждый пятый житель муниципи, ну это практически каждая вторая семья. Ну, всегда бы так муниципальный совет работал. Наверное, продвинулись бы достаточно далеко и глубоко в решении проблем кишиневцев. Безусловно. А так, в основном, мы видели, что это такой мини-парламент. Все строится на политике, обвинения, декларации, демонстративные демарши. Как вот сейчас поступили либералы, когда посчитали, что это заседание для них, на их взгляд, было объявлено нелегальным, незаконным. Тем не менее, все равно это кворума не нарушило, и муниципальный совет смог продолжить свою работу. Но я понимаю, что, опять же, муниципальные советники, социалисты здесь в деле облегчения жизни кишиневцев пошли дальше. Планируется, если я не ошибаюсь, постройки или возведение каких-то детских городков, площадок? Ну, вот в той повестке дня, которую сейчас мы утвердили, есть множество именно вопросов по облагоражению. Конечно, мы сейчас не до всех вопросов дошли, но 18-го числа мы вернемся к ряду проектов. Как раз один из первых проектов, это два важных проекта. Один, это сейчас у нас в Кишиневе на половине муниципальных предприятий, дирекций в премарии, исполняющий обязанности. В том числе и вице-примар, тоже исполняющий обязанности. Можешь сказать, примар, по крайней мере, остался за главного, анистра Грозовой. Во многих дирекциях. Дирекция транспорта без руководителя, в дирекции образования, вот вроде бы сейчас как бы только решается. Поэтому один из вопросов первых, это создавать комиссию, которая объявит конкурс на замещение всех вакантных должностей в премарии. Тем самым мы наконец решим вопрос того, что временно исполняющих обязанностей. Они появились, кстати, именно благодаря тому, что господин Киртуако не мог назначить своих людей и проще всего нашел лазейку в законодательстве. Не могу назначить своего, предыдущего они убрали. Он назначал своим решением, не мог набрать в муниципальном совете большинства, соответственно, а своим решением он мог назначить исполняющие обязанности. И у нас исполняющие обязанности по 3-4, иногда 5 лет. Поэтому для Кишинева это наконец-то решение, чтобы тоже разблокировать работу тех или иных структур. А также один из проектов решения мы подготовили из-за того, что когда мы предлагали в бюджет включить ремонт и благоустройство, строительство новых площадок детских в первую очередь, а также в том числе и спортивных, многие наши проекты и предложения социалистов были отвергнуты. Поэтому мы даже предлагали такой конкурс, который может быть когда-то многим жителям Кишинева известный, как конкурс лучшего двора, чтобы в каждом секторе Кишинева каждый год выбирать лучший двор и выделять на него из муниципального бюджета дополнительные средства. Многие из нас помнят эти конкурсы, как готовились наши соседи, боролись за право называться лучшим. С одной стороны, мы облагораживаем данный двор, а с другой стороны, стимулируем другие дворы сделать все возможное, чтобы у них во дворе было красиво и они могли выиграть данный конкурс. Но и это предложение было отвергнуто, оно не прошло. Поэтому сейчас уже готов проект решения, на комиссии ЖКХ есть уже позитивный виз. Это установка 150 детских площадок в муниципе. На сегодняшний момент еще нет точно суммы, которая необходима. Но вот сегодня, например, мы встречались с главой ЖКХ господином Гонтий. И вот на данный момент ведутся работы именно по цене, сколько необходимо будет на это выделить средств, откуда их взять. Но на сегодняшний момент нужно говорить о том, что проект есть, есть позитивный виз, есть понимание необходимости его реализации, его принятия у исполнительных органов, в том числе и у дирекции коммунального хозяйства. Поэтому... И в том числе не только у дирекции, в том числе и у финансовой дирекции. Если мы нашли поддержку и финансовой дирекции, и профильной, соответственно, мы можем говорить и о финансовом покрытии, можем говорить о том, что этот проект будет реализован, а не останется хорошей идеей или хорошим начинанием. Ну, было бы здорово, конечно, чтобы побыстрее определились с возможностями этих детских площадок. Мне кажется, они крайне необходимы. У нас есть такой недостаток вакуум возможностей для проведения времени, например, молодым родителям, когда мамочки с детьми гуляют и гуляют по этим нашим пыльным улицам, а детские площадки, это, конечно, было бы... Начиная с 2007 года всего по сегодняшний момент было установлено спортивных и детских площадок, ну, площадок для фитнеса у нас такие устанавливаются. Полноценных спортивных у нас, кстати, нет вообще. 350, 348 или 349, я могу ошибиться, ну, в общем, 350 площадок за практически 10 лет. В этом году мы планируем установку 100, 150, уже посмотрим от финансовых возможностей. То есть это за один год треть того, что Киртуак установил за 10 лет. То есть это достаточно большое количество. А уже я... Уже в перспективе будем говорить о именно спортивных площадках, которых сейчас нет. Раньше были такие коробки, так их называли, да, во дворах спортивные. Да, это футбольная коробка. Да, ворота стояли. Да, будь то площадка волейбольная или еще что-то. То есть это такие универсальные площадки, в которые можно играть и волейбол, и баскетбол, и футбол. На сегодняшний момент их не делали последние 10-15 лет. А те, что были, те активно застраивали, насколько я знаю. Либо застраивали, либо они ушли. Сейчас только можно увидеть, где была такая площадка. Таких площадок уже нет. Только может быть в каких-то новостроях, где частный предприниматель построил себе здоровый комплекс на квартал, и он там себе может позволить установить такую площадку, дабы цены его квартир были дороже. Ну, чуть не наблюдая такой роскоши душевной у наших предпринимателей, дарить людям возможность для спортивного обогащения здоровья. На сегодняшний день как раз видим иначе. Строятся коробки тесные. Так вот, знаете, Шанхай. Мы строим не европейский город, мы строим что-то. Непонятно, в какую Европу мы стремимся. Европа в Средневековье. Европа, не знаю, какой-то там с налетом азиатщины, когда ни генерального плана, ни развития новых дорог. Давайте строим, охватываем. Торговые. То есть земельные метры с жилыми метрами. Везде киоски и так далее. Хотя, кстати, вот если немного отвлечься тем проблем с мусором, то в нынешней повестке дня, которая есть, также есть регламент по, так сказать, пониманию, как будет развиваться и как должна реализовываться уличная торговля. То есть где можно выдавать авторизацию на установку киоска, где можно... То есть некая стратегия. Да, некая стратегия на сегодняшний момент. Она есть. Еще понятно, что мы до нее не дошли. Она 29-м вопросом будет. Но она уже включена. И Марчелл Зимбицкий, автор, являющийся исполнительной власти, но тем не менее он должен ее представить в ближайшее время, в том числе и на комиссиях, дабы мы уже могли вникнуть в суть этой проблемы. У нас во фракции этой проблемой занимается и этим регламентом, изучением этого регламента, как он должен функционировать, какие необходимости делать поправки к нему, чтобы он был максимально эффективным. Антон Гляцкий. То есть на сегодняшний момент вся повестка дня, вот эта вот техническая, которая есть, она разбита между всеми советниками фракции. И каждый советник во фракции занимается непосредственно конкретным вопросом и вникает в суть до глубины, для того, чтобы любые его предложения были максимально эффективными. Вот если уже заговорили об уличной торговле, то наверняка ведь не только о киоске. Это торговые места, которые у нас возникают, и с которыми, в общем-то, непонятно, нужно ли нам соглашаться, чтобы этот вид торговли процветал на европейской. Нужно вести порядок. То есть даже люди, которые торгуют рядом с какими-то коммерческими центрами или вокруг центрального рынка, никто не говорит о том, что к ним нужно применять санкции. К нам приходят люди, у которых вчера была на это место авторизация, а сегодня у нее не дали авторизацию. Почему не дали? То есть у нас хаос в городе. То есть непонятно, должны быть четкие правила игры для любого коммерческого агента. Будь то крупный коммерческий агент, или мелкий предприниматель, или просто женщина, которая приехала с пригорода и торгует тем, что она вырастила у себя на огороде. Пусть торгует. Но ей нужно предоставить необходимые условия, для того, чтобы она могла это реализовывать. А не так, чтобы у нее вчера была авторизация, сегодня у нее нет, и к ней приходит полиция, выгоняет ее, или откладывает ей штраф. Нужно создать условия. Эти условия должны быть четко прописаны в регламенте, который должен утвердить муниципальный союзник. Ну и говоря о главном городе страны, нельзя не поговорить и о теме референдума. Сбор подписей завершился. Я имею в виду референдум по отставке. Столичного городоначальника Дарина Киртуака. Вот как сейчас проходит процедура, что с легализацией этих подписей? Я так понимаю, что должны пописать чиновники, заверить. На сегодняшний день что происходит со всеми этим? Инициативной группе по сбору подписей за отставку генерального примара Дарина Киртуака было до ноди 60 дней. Подписи были собраны где-то за 40 дней. Более 80 тысяч подписей. На сегодняшний момент, то есть уже сбор подписей прекратился. Все подписи были проверены в инициативной группе. Их подлинность, дублирование. То есть до того, как они будут переданы уже в компетентные структуры, в том числе в Центральную избирательную комиссию, была проведена внутренняя проверка подписей. Для того, чтобы исключить любые погрешности. И на сегодняшний момент первый этап это местные органы власти. То есть каждая примария, будь то примария Сынджиры, Бачоя, какого-либо другого пригорода. Там, где человек прописан, он расписывается в своем листе. То есть в пригородах отдельные листы были. И на сегодняшний момент сейчас проходит процедура, когда местные органы власти, будь то примар или секретарь местного совета, должен подтвердить, что действительно эти люди проживают в их населенном пункте. Тем самым проставить печать соответствующей примарии. На сегодняшний момент идет несколько пригородов, уже сдали свои подписные листы с печатями. По муниципию Кишинева во всех пяти секторах уже стоят печати на подписных листах. Я думаю, что завтра уже эта процедура будет завершена. И подписи уже будут переданы дальше. Дальше нас уже ждет не за горами, так сказать, и назначение уже даты самого референдума. Ну вот ваш комментарий того, что произошло сегодня в Бачо. И насколько я знаю, там примар отказался подписывать. Ну, на сегодняшний момент, вот я опять же повторюсь, что должны сделать исполняющие власти в пригородах или в местных органах власти. Они должны подтвердить, что эти люди проживают в данном городе, в данном населенном пункте. Ну, если вдруг он не хочет. Если вдруг в листе у него оказывается, что он находит, что этот человек не тут проживает, а проживает в другом пригороде. Или он непосредственно с сектора Центр, а это Бачой. У него есть право эту фамилию вычеркнуть. Вычеркнул фамилию, а все остальные поставил пищать, утвердил. Не хотеть в законодательстве такого нет. Если человек не хочет, он должен понести за это. То есть надо наказывать. Есть нарушение закона действием или бездействием. В данном случае это бездействием. Но, тем не менее, это нарушение законодательства. И необходимо привлекать к ответственности. Вопрос в том, что сроки сжимают. И если то мэр Бачой, в данном случае мы понимаем, какой партии он аффилирован, что это те же либералы, понятно, почему он так себя ведет. Хотя, я думаю, что стоило бы акцентировать его внимание на букве закона. А не на желание, хочу или не хочу. Да, в общем, здесь, я так понимаю, подставить плечо своему партийному руководителю. Хотя, в общем-то, чревато. Потому что партийный руководитель обвиняется не в партийной, так сказать, отсутствии партийной дисциплины, а в хозяйственных нарушениях, которые он допустил. Это референдум, это в первую очередь воля народа. И если примар Бачой препятствует этому, значит он препятствует воле народа. По-другому как это можно трактовать? Он делает все для того, чтобы затянуть процесс выбора, процесс референдума. А процесс референдума, это люди должны высказаться. А вот как они выскажутся, это уже как бы их право. Под занавес, вот такой вопрос. Муниципальный совет заработал. Я почему на этом ставлю акцент? Потому что до недавнего времени, до того момента, когда заблокировалась работа, вот то, что происходило в муниципальном совете, особенно после того, как ограничили полномочия муниципального совета, это все выглядело в некую площадку, когда происходил обмен заявлений и обмен политических деклараций. Сегодня я вижу техническая работа запущена. И с этим связываем, конечно же, мы, жители Кишинева, определенные надежды, потому что устали жить в таком неуправляемом хаосе. Знаете, есть теория управляемого хаоса, но мне кажется, что хаос не может быть управляемым, это просто может быть спровоцирование хаоса управляемого. А уж дальше потом хаос живет по своим законам хаоса. Поэтому в этой ситуации есть определенная надежда, что все-таки эта работа муниципального совета продолжится в таком формате. Но вот ваше видение, насколько прочно сейчас обосновалось желание муниципальных советников работать на благо Кишинева? Ну, нас объединили, можно сказать, проблемы Кишинева. Именно проблема с мусором, она дала толчок к тому, чтобы мы могли нормально, эффективно собрать это заседание и принять ряд решений. Но на сегодняшний момент можно смело говорить о том, что это техническое большинство. Сегодня никаких политических деклараций о том, что создан какой-то альянс с кем-то, этого нет. Мы работаем на благо города. Слава богу, сегодня нет политического подтекста, политического контекста во всем этом. Сколько это продлится, я надеюсь, что вот повестка дня, которая сейчас есть, что мы это заседание закроем нормально и все решения, которые были предложены, будут действительно приняты. Вопрос формирования повестки дня. Если мы в повестке дня, на сегодняшний момент, опять же повторюсь, у нас есть две повестки. Было открыто заседание в четверг с повесткой дня, которую предлагали муниципальные советники. Именно с проблемными вопросами. Параллельно примар предлагал другую повестку дня, где большинство вопросов носит назначение на функции, политические характеры и так далее. Вот та повестка нам не нужна. Если мы будем вестись на поводу у примара, нынешнего еще примара. Который, кстати, находится под домашним арестом. Да, но из дома он подписывает бумаги, пытается созвать заседание совета со своими необходимыми вопросами для интересов либеральной партии. Если кто-то советники будут вестись за этими повестками дня, за его инициативами, то тогда никакой конструктивной работы не может идти и речь. Если уже говорить о таком техническом большинстве, то пусть оно такими будет. И именно это и дает определенный результат, как и показало заседание в четверг. И давайте пока ничего не будем менять. Пусть доведите до конца взятое обязательство. А уже дальше, конечно же, посмотрим. Кишиневцы на это смотрят с надеждой. Спасибо вам за разговор. Думаю, что многое стало ясным. Вы смотрели программу «Городская среда». У нас в гостях был муниципальный советник столицы от партии социалистов Юрий Ветнянский. Следите за эфирами. Мы работаем для вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова